Одна женщина прислала мне письмо с благодарностью, говорит, вот я занималась давно по вашим книгам и за сколько же она сказала за 20 лет которые лечили врачи и не вылечили она распрощалась со своими болячками естественным образом жизни но со временем что там естественно так сказать зубами проблемы и вот ей порекомендовали что надо для того чтобы вставить импланты нарастить кость вставить имплант какой-то там костяной или неизвестно неизвестно какой ну короче вставить имплант насколько я понимаю все все хорошее очень и она говорит все было сделано правильно все было сделано идеально так сказать зубы вставились все но после этого начались головные боли головокружение и как говорится жизнь стала не в радость вот и свет она связывалась со вставкой этих имплантов начала ходить по врачам они там сделали рентген они сделали и все говорит все идеально все хорошо мол вы тут нет не придумывайте что вам там плохо что касается зубу сделано идеально зубов вот сюда так зубам претензий есть нету но остальное значит нас не касается а то что уже и с этими зубами жизни моготу это же вопрос другой конце концов она нашла врача зубника у которого уже были подобные обращения и он ее понял что да вот было там два случая несмотря на то что допустим уста все нормально а вот у некоторых и 100 у одного у двух появляются какие-то непонятные боли связанные с имплантом и он ее предупредил что я удалить удалю этот имплант но не весь потому что он уже там сросся с костью вот насколько он мог он удалил и стало значительно легче более того от этого импланта возникла киста и пришлось немало проявить усилий смекалки для того чтобы ее ликвидировать киста вышла как какой-то желе применяемых и здоровый образ жизни веру там и несколько иного то есть киста где-то там в районе челюсти что я хочу сказать хочу сказать следующее что напоминает современный мир и особенно вот этот научно-технический прогресс в кувычках он собой напоминает ребенка который вот что-то нашел как это хорошо как это здорово как это красиво как это 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 не понимая о дальнейших перспективах этих вещей а именно вот все чужеродное что там пытаются вставить и вставляют суставы металлические штуки и так далее и тому подобное все это является чужеродным даже с той точки зрения что у нас все пронизано энергией то есть мы с вами пронизаны энергией первую очередь мы состоим из энергии и по которой уже строится физическое тело то есть энергетический каркас энергетическая матрица энергетический шаблон вот столько много названий это все первично и когда в его объемы появляется нечто чужеродное то этот объем энергетический начинает искажаться то есть там уже свои какие-то там нюансы появляются неправильное движение там этих потоков еще чего-то еще чего-то это этот 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 и вот так если взять статистику что вот эти все имплантанты которые сейчас широко рекомендуется применяется ну на некоторых людей особо и не влияет они их как-то не чувствует хотя там свои разрушительные процессы по-прежнему идут просто они не так выражены а у других же это проявляется вот так резко и крайне неприятно а самое неприятное это то что отбросилась все все как бы сказать научные и разумные доводы о том что допустим те же больные суставы вот они же и сразу разрушились они начинают разрушаться постепенно и сигнали это себе более то есть на этой стадии их можно и нужно восстановить естественным образом но так как для этого нужны знания которые современная медицина просто отвергает усилия и время то внушается такая вещь что мы все это ерунда этого не может быть а давайте мы вам вот поменяем там сустав или еще чуть-чуть или еще чего-нибудь быстро то есть если вы там будете сустав восстанавливать допустим правильно в течение там полгода то примерно за месяц мы вам его заменим и вы победите как ни в чем не бывало но хотелось бы интересно найти такую статистику что происходит с человеком после того как вставили мы суставы то есть тут и срок жизни насколько он сокращается или увеличивается после того как вставили суставы и еще какие добрые здоровья какие изменения происходят в организме человека побочные действия он там молодеет или он там хереет вот ребята бегут вот это хотелось бы узнать добрые здоровья хотелось бы узнать поэтому все чужеродное что вставляется в наш организм это как бы сказать не столько для здоровья сколько так какого-то временного ощущения здоровья так что будьте внимательны у одних проскочила а у других может быть нет вы знаете что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести пожалуйста обращайтесь ко мне на мою электронную почту цены вас приятно удивят плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас отдашиvais отняться отavors отняться